Израильский лев Беркутом по голове Столкновение между участниками Евромайдана и силовиками в украинской столице Правоохранители не пощадили даже бывшего начальника В Израиле на 86-м году жизни скончался бывший премьер-министр страны Ариэль Шарон Первые сообщения о резком ухудшении здоровья к зловой правительству поступили 1 января Тогда медики заявили, что у пациента отказали почки Это привело к проблемам с работой других жизненно важных органов За прошедшие сутки состояние Шарона, 8 лет назад впавшего в кому, стало крайне критическим Хотя ранее врачи заявляли, что экс-премьер бьется за жизнь как лев С последними новостями наш израильский корреспондент Сергей Услендер Добрый вечер, коллеги Израиль скорбит, ушел Ариэль Шарон Один из самых ярких израильских политиков И не только политиков Арик, как его называли в народе В израильскую историю вошел как один из самых успешных военачальников Цахала Его военная карьера началась еще в 45-м Когда он вступил в военизированную еврейскую организацию Хагана И после этого он принимал участие практически во всех войнах и конфликтах Израиля до начала В 80-х Он всегда действовал очень дерзко, решительно на грани нарушить приказ И, видимо, поэтому ему везде сопутствовала удача Так, например, во время войны судного дня Именно дивизия под командованием генерала Шарона Прорвалась к берегу Суэцкого канала Сквозь боевые порядки египтян Шарон сходу форсировал канал Ударил египтянам в тыл И это, по сути, решило исход войны Шарон стал создателем подразделения 101 Это прародитель израильского спецназа Подразделение, которое своими операциями наводило ужас на палестинских боевиков В политике, в которую Шарон пришел после военной службы Он действовал не менее дерзко и не менее решительно Как отмечали люди, которые с ним работали Это человек неоднозначный Человек, которого, с одной стороны, любили, обожали, благотворили С другой стороны, ненавидели То есть его и называли, и там, Арик Мелах Исраиль То есть царь Израиля И бульдозером Ну, никто не относился к нему однозначно То есть, и даже враги этого человека уважали Во время своей политической карьеры Он последовательно занимал самые разные министерские посты От министра сельского хозяйства до министра обороны И вот в качестве главы оборонного ведомства Ему вновь пришлось воевать Он командовал действиями израильской армии Во время операции «Мир в Галилее» Во время Первой Ливанской войны Он всегда провозглашал курс на политику сдерживания То есть он предлагал постепенное движение По пути переговоров с палестинцами При условии отказа палестинцев от политики террора Он всегда поддерживал строительство поселений на западном берегу И тем неожиданнее была его идея одностороннего размежевания Которую он осуществил Когда израильская армия эвакуировала поселения из сектора Газа И северной Самарии Этим он навлек на себя гнев, наверное, половины израильского общества Именно тогда группа ультраортодоксальных религиозных раввинов Сделала против него так называемый обряд Пульс Денура Это проклятие, иудейское проклятие, которое насылают на человека И после которого он должен умереть Уж не знаю, связано это или нет Но в 2006, в январе 2006 Шарон был доставлен в больницу с обширным инсультом После чего впал в кому, в которой находился 8 лет Подключенный к аппаратам жизнеобеспечения Вот в самом начале января у него случился кризис Его состояние начало сильно ухудшаться И после 12 дней борьбы за жизнь Ариэль Шарон скончался Свои соболезнования уже выразили и руководители государства Премьер-министр Бениамин Метаньягу И президент Шимон Перес Который сказал, что Арик проиграл свой последний бой Который мы все когда-нибудь проиграем Специальная правительственная комиссия будет обсуждать Где, когда и как похоронят премьер-министра Ариэль Шарон И как вообще будет выглядеть траурная церемония Похорон этого, без сомнения, великого человека С последними новостями из Израиля был наш корреспондент Сергей Услендер Ариэль Шарон был одним из самых знаменитых Но в то же время скандальных премьер-министров еврейского государства О легенде израильской политики и самой спорной его инициативе Мой коллега Владимир Унанянц 15 августа 2005 года Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон обращается к нации 5 минут телеэфира За это короткое время Шарон успевает сказать обо всем, что задумал Размежевание с палестинской автономией жизненно необходимо Еврейские поселения, подразделения армии обороны Израиля Должны быть выведены из сектора газы Решено эвакуировать часть поселений из Самарии Это необходимо Израилю Поверьте, боль, которую я чувствую Есть полное осознание того, что мы должны сделать это Мы не можем держаться за газу вечно Там живут свыше миллиона палестинцев Толпящихся в лагерях беженцев Нищих и безнадежных на горизонте И это заявление сделал политик по решению из Согласия, которого были построены десятки поселений Решение Шарона было принято самими поселенцами в штыки Люди обвиняли его в предательстве и отказывались покидать свои дома Шарону не удалось убедить в правильности своего решения даже членов созданной им партии Ликут Инициированный им же самим опрос дал неутешительные результаты Против его плана проголосовали 59,5% однопартийцев Часть израильских политиков назвала инициативу Шарона Попыткой навредить нормализации отношений с палестинской автономией Другая часть – уступкой по отношению к палестинцам поощрениям интифады С начала интифады Аль-Аксы в 2000 году В результате терактов погибли более тысячи граждан Израиля Это уникальные кадры Июнь 2005 года Эта женщина через несколько минут собиралась взорвать себя в одной из больниц На ней 10 килограммов взрывчатки Но смертницу задержали Волна террора пошла на убыль только после начала строительства разделительной стены Граница между Израилем и сектором газа охранялась тщательно Смертники практически перестали проникать на территорию еврейского государства Но террористические организации продолжали обстрел поселений населенных пунктов западного Негева Детский праздник в Сдероте Любительская съемка Началось Обстрел, паника, взрыв Обстрелы города Сдерот привели к многочисленным жертвам среди мирного населения Цахал провел в секторе газа несколько крупных военных операций Наступило временное затишье Но Израиль подвергся резкой критике международной общественности Когда палестинцы узнали о плане размежевания Они отказались верить Шарону Ведь еще в 2003 году, став главой правительства, натверг какие-либо односторонние уступки палестинцам В итоге в 2005 официальные представители ПНА заявили, что бдительность мирового сообщества не усыпить мелкой территориальной уступкой Шарон, мол, пытается, заморозив мирный процесс, закрепить за Израилем большую часть оккупированных территорий А палестинцы намерены продолжить борьбу до тех пор, пока не возникнет государство Палестина со столицей в Иерусалиме Но план Шарона был выполнен 17 августа 2005 года началась принудительная эвакуация еврейских поселений 22 августа 21 поселение полностью было эвакуировано из Газы 12 сентября того же года Газу покинул последний израильский солдат Одностороннее размежевание завершилось 23 сентября 2005 года ликвидацией военного лагеря Дотамблис-Дженина Последствия плана Шарона – самая спорная часть всей этой истории Государство до сих пор так и не смогло до конца решить проблемы эвакуированных поселенцев Причем это признало как факт А в 2007 году в секторе Газы на выборах победил Хамас Владимир Унанянц, РТВА Бениамин Нетаньягу и Хасан Рухани могут встретиться в Давосе Но состоится ли общение – неизвестно Премьер-министр Израиля и президент Ирана приглашены на международный форум Открытие которого запланировано на 15 января Пресс-служба организаторов сообщает, что обе стороны подтвердили свое участие в мероприятии Израильские лидеры довольно часто участвуют в международных мероприятиях Вместе с представителями государств, считающихся враждебными Но достаточно редко общаются с лидерами мусульманских стран на этих площадках В 2005 году президент Ирана Мухаммед Хатами и президент Израиля Мошек Ацав Прибыли на похороны папы римского Иоанна Павла II Ацав, как и Хатами, родившийся в езде, обменялся с иранским лидером несколькими фразами на фарси Хотя позднее МИД Ирана этот факт отрицал А в 2008 году на Средиземноморском саммите в Париже Президент Сирии Башар Асад отказался пожать руку премьер-министру Израиля Эхуду Ольмирту Продолжаем выпуск В Киеве возбуждено уголовное дело по факту ранения 20 бойцов Беркута В ходе ночного противостояния между силовиками и евромайдановцами У здания Киева Святошинского суда в украинской столице По сведениям МВД, в результате неправомерных действий радикально настроенных активистов Пострадали сотрудники правоохранительных органов Но и оппозиционерам изрядно досталось В ночном инциденте и его последствиях для обеих сторон разбиралась моя коллега Мина Шамугер Подставшие уже привычными крики позор Украинские спецназовцы пробираются в здание Святошинского райотдела милиции Скрыться от натиска протестующих Беркутовцы смогли пройти коридор позора Правоохранители входили во двор РУВД по 2-3 человека Только после того, как каждый из них показывал лицо Эти силовики еще несколько часов назад разгоняли дубинками протестующих у Киева Святошинского суда Там рассматривалось дело так называемых васильковских террористов Их приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку взрыва памятника Ленину в Борисполе В 2011 году во время празднования Дня независимости Приговор вызвал волну недовольства Около 200 человек во главе с народными депутатами Под флагами всеукраинского объединения «Свобода» пикетировали здание суда Участники автомайдана блокировали автобусы со спецназом Автобуси с Беркутом Осажденные сотрудники Беркута с протестующими церемониться не стали Они оттеснили митингующих Коридор для проезда расчистили Начали столкновения Мы видим, что власть не останавливается в своих репрессиях То есть забирать права мало Надо сажать людей в тюрьму Давать по 6 лет за то, что люди говорили о своих свободах И надо ломать кости И тут силовики по привычке пустились во все тяжкие Били всех и без разбора Они били нас дубинками, я кричал им, я журналист, но им все равно Досталось и слугам народа Мы пришли сюда, чтобы поддержать наших патриотов, которые были осуждены незаконно, но власти по традиции против нас применили дубинки и слезоточивый газ Не пощадили беркутовцы и своего бывшего начальника Экс-министру МВД Юрия Луценко, вставшему между милицией и протестующими, разбили голову Закрытая черепно-мозговая травма Три гематомы на голове Результат посреднических усилий Сейчас политика находится в реанимации По факту избиения Луценко возбуждено уголовное дело Что же касается применения силы по отношению к рядовым гражданам, в прокуратуре отвечают Официальных заявлений об избиении людей сотрудниками милиции не поступало Зато целый каскад уголовных дел открыт против евромайдановцев Обвинения от хулиганства до вмешательства в деятельность судебных органов За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет Сторонники интеграции Украины в ЕС говорят, что напугать их не получится Между тем, на Майдане незалежности встретили уже 52-й протестный рассвет Нина Шамуге, РТВА На фоне усиления террористической угрозы МВД России объявила тендер на разработку прибора Для дистанционного обнаружения взрывных устройств осколочного типа, используемых при терактах Как следует из размещенной на портале госзакупок заявки На эти цели планируется направить более миллиона долларов В заявке говорится, что прибор должен обнаруживать скрытые на теле человека осколочные взрывные устройства На расстоянии до 10 метров При этом вероятность обнаружения должна быть не менее 98% Время подготовки устройства к работе не должно превышать 5 минут А время обработки сигналов полсекунды Ну что ж, на этом у меня все о развитии событий В следующих выпусках у моих коллег А я с вами прощаюсь, всего вам самого доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова